Привет всем, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Друзья, я хочу представить вам концепты смартфонов самых необычных и непредсказуемых, которые только возможно себе представить. Да, друзья, это и многокамерные, это вам и прозрачные, это и разворачивающиеся, сворачивающиеся. Мало того, часть этих смартфонов до конца года можно будет приобрести уже на прилавках магазинов. Вы сможете сходить, посмотреть их, потрогать, не знаю, даже приобрести. Поэтому, друзья, просматривайте видео до конца, будет интересно. А теперь подписка, если не подписаны, лайк, вам чай. Свежий и невероятно фантастический во всех смыслах этого слова Xiaomi Mi Mix Alpha. Про такие аппараты разработчики обычно говорят. Блин, вот реально вещь огонь, делал как для себя. Его экран занимает больше 180% всего корпуса. Такой вид дисплея назвали очень романтично. Так, водопад, он плавно и практически непрерывно облачает почти всю поверхность смартфона. Как по мне, друзья, этот телефон идеально подходит для поездок в метро. Вот вы, например, стоите, смотрите мой обзор с этой стороны, а человек, который напротив, смотрит мой же обзор, но с другой стороны. Можно, например, даже скинуться вдвоем на этот телефон и ездить потом вдвоем. Да, но это, правда, уже не технообзор, это уже другая программа. Да. Прерывает поток жидких кристаллов вокруг гаджета лишь керамическая вставка, на которой расположены камеры. Хотя небольшие рамки сверху и снизу все-таки остались, но вау-эффекта они никак не затмевают. Разрешение Super AMOLED дисплея 2088 на 2250 пикселей, что дает невероятную четкость и красоту изображения на без малого 8-дюймовом дисплее. Фронталки тут нет, да и зачем она нужна, если развернув гаджет тыльной стороной, где продолжается дисплей, вы сможете фотографировать себя мощной основной камерой в 108 мегапикселей и отчетливо видеть себя на экране. Есть еще два объектива, телевик на 12 и широкоугольник на 30 мегапикселей. Чтобы не нарушать красоту сплошного дисплея, пришлось убрать с него все, что только можно. Боковые качельки громкости заменили сенсорами. Одна физическая кнопка все же осталась на верхнем торце смартфона. Отвечает она за включение и выключение гаджета. Телефонный динамик заменили пьезодинамиком, передающим звук прямо сквозь экран смартфона. А для музыки и другой мультимедиа на нижнем торце есть качественный динамик. Обрабатывая все процессы будет Snapdragon 855+, а графику на себя возьмет Adreno 640. Чтобы процессы шли еще проще и быстрее, аппарат оснастили 12 гигабайтами оперативной памяти и хранилищем в 512 гигабайт. Красота да и только, но вот цена, производитель выставил прайс на вот этот флагман в 2870 долларов. Кто может себе позволить за такую цену смартфон? Я знаю только троих человек. Это Билл Гейтс, Илон Маск и вот эта женщина, которая под женским общежитием на 8 марта торгует цветами. Вот это да, вот это все, все, больше никого. Но, как стало известно буквально на днях, даже за такие деньги купить его не получится. Компания Xiaomi закрыла проект Mi Mix Alpha. Это удивительно, ведь на разработку данного смартфона компания потратила около 70 миллионов долларов. Объяснили они это тем, что данное устройство было просто исследовательским и они переключились на Mi Mix следующего поколения. Друзья, да у нас в каждом городе по такой же схеме местные власти дороги ремонтируют. Вбухали 70 лямов в дорогу, ничего не поменялось, а они побежали следующую дорогу делать. Первый прототип прозрачного смартфона представила специализирующийся на разработке жидкокристаллических дисплеев компания Polytron еще в 2013 году. Но аппарат вышел как бухгалтерия на любой фирме, не совсем, как говорится, прозрачный. Карта памяти, батареи, микросхемы были отчетливо видны. Русик, ты, кстати, тоже свою вон эту ширинку застегнул, а то вон микросхемка торчит. Завидуем вам. Ой, Русик, зависть и жалость это вообще разные эмоции. Операционная система и многие другие компоненты на нем вообще отсутствуют. Создатели аппарата пояснили. Идея была показать, что разработанная технология интеллектуального стекла может проводить энергию, оставаясь при этом прозрачной. Ну, проще говоря, при включении прямоугольный кусок стекла заиграет всеми красками приложения, обоев и фотографий. О, у меня, кстати, один сосед по дому взял в батон, подмешал красителей разноцветных и накормил этим всем голубей. Потом эти голуби разлетелись и все было разноцветное. И асфальт, и дома, и окна, все. Кстати, потом этому соседу дали кличку Пикассо. Ну, тут я могу сказать одно. Человек как минимум разнообразил серые будни. Но тогда, во время презентации, никто из производителей смартфонов особого внимания к данной фишке не проявил. Только спустя несколько лет стали появляться 3D-модели прозрачных смартфонов. Но на выпуск серийного образца настроена пока только одна большая компания. Около двух лет назад компания Samsung заявила о работах над похожим устройством. Но полностью прозрачным сделать его корейцам тоже не удалось. Остался тонкий козырек сверху и небольшой подбородок в нижней части. В нем разместилось все, что не удалось, как говорится, обесцветить. Это сим-карта, батарея и камера. Экран будет точно AMOLED с диагональю больше 6 дюймов. Также еще известен и объем оперативной памяти 8 ГБ. Установят сюда и новый тип аккумулятора с зарядным устройством от солнца. Друзья, учитывая наш тип климата, пользоваться таким смартфоном можно будет где-то примерно с апреля и по октябрь. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте старые смартфоны. Они вам еще пригодятся. Остальные параметры разработчики пока держат в секрете. С уверенностью можно сказать только одно. Аппарат выглядит очень привлекательно и свои поклонники у него точно будут. Дата выхода запланирована примерно на 2025 год. Да ты в это время уже пенсию будешь получать. Ой, а кто это сказал? Чей-то голос был. А, это ты. Знаешь, Русик, что я тебе хочу сказать? Лучше ее получать, чем так, как ты, забирать ее у бабули. Понял? Так еще причем и не у своей. Судя по тому, что в 2020 Samsung выпустил Fold, а это один из самых дорогих смартфонов, мне даже сложно представить, какой прайс светит прозрачному смартфону. Ну, как говорится, поживем, увидим. Хоть коронавирус думает по-другому. Следующий наш герой из мира смартфонов поразил меня, друзья, еще больше. Его гибкость никого не оставит равнодушными. Я в своей жизни, друзья, пользовался разными браслетами. Браслеты для похудения, браслеты от комаров, потом вот эти полицейскими браслетами было дело пользовался. Но вот браслет-смартфон мне нравится, честно сказать, куда больше. Задумка смартфона на руке принадлежит компании Kiosera. Свою идею разработчики презентовали еще больше 5 лет назад. Гибкий AMOLED-дисплей может полностью опоясать запястье человека. Правда, пока дальше концепта, у компании Kiosera дело не пошло. Ну, выглядит же чертовски красиво, друзья. Мало того, это безопасно. Жена никогда без вашего ведома не возьмет телефон, чтобы почитать сообщение. Разве что вам руку оторвет. Да, ну хотя это реально. Тут зависит от того, от кого сообщение. Да, можно пострадать. Не подумал. А вот Samsung задумалась о разработке такого гаджета всерьез. Имя ему дали Flex, то есть гибкий. Детали всех прелестей полноценного смартфона, который можно носить как браслет или смарт-часы, оставлю на десерт. Пока же расскажу о начинке данного гаджета. Все кнопки будут сенсорными. Уровень звука регулируется со скольжением пальца по месту, где была качелька громкости. На противоположной боковине расположен сканер отпечатка пальцев. Он же включает и выключает смартфон. Нам удалось выяснить, что диагональ гнущегося AMOLED-экрана будет на 6,5 дюймов с разрешением 3040 на 1440 пикселей. Защитой дисплея выступит стекло от Gorilla Glass последнего поколения. Ну что естественно. Разузнали мы и про камеры. Будет их две на 23 и 16 мегапикселей. Удалось кое-что выяснить и о памяти данного устройства. Оперативки поставят 16 гигабайт, встроенный накопитель 512 гигабайт. Можно будет, кстати, поставить две сим-карты, ну и 5G, конечно же. О, Русик, слушай, тебе можно, смотри, тебе можно одну карту поставить. Тебе все равно никто кроме коллекторов не звонит. Да я вот недавно с другом созвонил. Мне, говорит, друг звонит. Какой-то друг, то обычный доставщик пиццы. Друг. Ты же его в ВКонтакте себе записал? Друг. Итак, вернемся к смартфону-браслету. И дальше обещанный десерт. Обернув гаджет вокруг запястья, вы запускаете в нем функцию смарт-часов со всеми присущими плюшками. А плюшек, поверьте, там должно быть побольше, чем в любой школьной столовой после второго урока. Пока об этом особо не распространяются разработчики, но намек в описании устройства, что его можно использовать как умные часы, говорит само за себя. Да, опыта у Самсунга на этом поприще достаточно, плюс еще и своих приложений хватает. А установить датчик, измеряющий параметры организма, ну вы сами понимаете, это дело техники. Друзья, если вам нужен совет, там по поводу покупки телефона или какого-то другого гаджета, пожалуйста, обращайтесь. Именно для этого и создан мой инстаграм. Ссылка будет в описании к этому видео. Цена такого многофункционального украшения будет солидная, ведь вы получаете смартфон с достойными параметрами, умные часы, да еще и если обои интересные подберете, будет и украшение. Учитывая все вышеперечисленное, цена на Galaxy Flex 2020 озвучивалась не такая уж и заоблачная. 2199 долларов. Я вам хочу сказать, что у некоторых больших дядек только одна стрелочка от котлов на руке столько же стоит. Появится устройство на прилавках ближе где-то к 2023 году, так что все еще может поменяться и не раз, но идея нам понятна. Дальше вас ждет знакомство с аппаратом, поразившим меня совершенно другими возможностями. И вам, я уверен, оно тоже понравится. Вот едешь ты в поезде, ну нудно, ну нечем тебе заняться. Ну так возьми, закрой тихонечко купешечку, включи мой обзорчик, ляг и наслаждайся. Да все будет нормально, не волнуйся. Как водку найти в три часа ночи, так они без проводницы справятся и тут справиться ничего не будет. Все нормально, не благодари, подписывайся. Смартфоны с мощными камерами раньше выглядели так. Ох, друзья, ну и кадры, прямо вся юность перед глазами, вы знаете. Но одного объектива нынешним ценителям фотографий на телефоне уже мало. Да и тремя камерами в одном устройстве уже мало кого удивишь. Конечно же нет, друзья. Да не для того люди целый год себе во всем отказывают, чтобы потом за эти деньги полететь в Турцию. И наконец-то в бассейне с пивком и с тарелкой омаров сделать фотографии на каких-то жалких три камеры. При помощи такой объективной поддержки смартфон может снимать видео в режиме 8К. Со стократным цифровым увеличением. Если у вас, к примеру, есть друзья в соседнем городе, не надо с ними выходить на видеосвязь. Просто через стократный зум можете смотреть, чем они там занимаются у себя в однушке. Что за камеры, где, какая, пока остается загадкой. Рассматривать красоты, отснятые всеми этими фотоглазами, поможет QHD AMOLED дисплей на 6,8 дюймов и разрешением 1440 на 3120 пикселей. Экран занимает все 100% главной панели смартфона, а селфи-камера в 40 мегапикселей спрятана под последней версией Gorilla Glass. Хотя 40 мегапикселей еще попробую спрячь, это же все-таки не заначка. Активный экран закрывает и обе боковины смартфона. Дабы не мешать просмотру высококачественных фотографий и видеороликов, на эти плоскости выведена служебная информация. Вместо кнопок регулировки громкости и включения телефона, тоже сенсоры, которые расположены на боковых гранях. Обслуживать все это хозяйство доверено процессору Snapdragon 865 в паре с графическим ускорителем Adreno 650. Естественно, что и остальное железо должно быть на высоте. В базовой комплектации аппарат будет иметь 8 гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной. Топовая версия порадует 16 гигабайтами и, внимание, целым терабайтом под хранилище. Вот с таким накопителем уже, да, уже можно хранить не только свои фотографии, но можно, не знаю, там своих близких, родственников, так фотографии лет за 20. Но если даже такого объема вам окажется мало и вы решите закинуть на телефон еще все сезоны Санта-Барбары или Игр Престолов, то увеличить его не составит никакого труда, ведь есть куда вставить SD-карту. Поддерживать автономность всего этого железа будет батарея на 5000 мАч. Несмотря на все вышеперечисленное, цена не так и высока. 1299 долларов – это цифра, которая стала почти классической для старта продаж флагманов данного производителя. Но это все еще цветочки. Досматривайте видео до конца, ведь дальше будут настоящие смартфоном монстры. Китайская компания TCL – это владелица многих известных брендов, в том числе и Alcatel, телефонами которого пользовалась чуть ли не десятая часть граждан СНГ в нулевых – от Андрея Губина до Софии Ротару, а также входящая в тройку лучших производителей экранов для смартфонов наряду с Samsung и LG. Представила свои детище, да еще и какие! Tri-Fold – именно так называется трехмодульное устройство от TCL. Это три панели, которые в развернутом виде образуют внушительный такой планшет. Основной дисплей форм-фактори смартфона имеет диагональ в 6,65 дюйма и соотношение сторон 20,8 к 9. А вот в развернутом виде – это уже 10-дюймовый экран с разрешением 2048 на 1546 пикселей. Скреплены между собой части Tri-Fold при помощи фирменных запатентованных шарниров. Эта технология засекречена, известно лишь название. Креплений два – внешний петля дракона и внутренний петля бабочки. Визуально можно рассмотреть четыре камеры и, скорее всего, есть еще и фронталка. Но их параметры, как и параметры процессора, емкости аккумулятора и остальной начинки пока засекречены. Вот знаете, этот смартфон мне напоминает мой смартфон, когда я на него сел. И вы знаете, не исключено, что производители тоже нашли такое нестандартное решение благодаря похожему случаю. Следующий концепт смартфона поразил меня своими уникальными возможностями. Ведь его экран разматывается или скручивается. Это уж как вам будет угодно. Та же TCL выдала на гора еще один не менее амбициозный продукт. Слайдинг-фон, то есть раздвижной смартфон. Идея проста, как все гениальное. Пока это чудо видели только избранные и разработчики, но кое-что интересное и нам удалось разузнать. Известно о слайдере еще меньше, чем о его родственнике Trifold. Ясно, главное – принцип действия выдвижного дисплея. Ну знаете, вот таким телефоном первые два месяца вообще не стоит пользоваться. Раздвинул, сдвинул, раздвинул, сдвинул. Ну можно сказать, это кайфуешь от процесса. И все. Раздвинул, сдвинул, раздвинул, сдвинул, раздвинул, сдвинул. Я уже произношу и мне уже кайфово. Раздвинул, сдвинул, хоть у меня телефона нету в руках. Раздвинул, сдвинул, раздвинул, сдвинул. Почему приятно так произносить эти слова? Не может быть. Чисто технически, вот я прямо уверен, что такой механизм убережет экран от заломов. Ведь он не складывается, как у других современных раскладушек, а аккуратно так заезжает за заднюю панель. Знаете, хочу с вами поделиться, что ко мне в прошлом году точно так же аккуратно заехала теща и до сих пор не выезжает. Сам дисплей это AMOLED с высоким разрешением, точных данных пока нет. Толщина гаджета всего 9 мм. Но одним движением руки гаджет эффектно увеличивается до 7,8 дюйма. Разработчики уверяют, что полноценная модель уже проходит тестирование и вскоре ее представят на суд публики с полным описанием возможностей и начинки. Мне кажется, что даже самые верные девушки не так ждут своих парней из армии, как я жду описания этого смартфона. По нашим данным, TCL собирается вывести на рынок только одну из новинок. Что это будет Trifold или Sliding Phone, выясняют маркетологи. При этом руководство компании сообщило, какой бы из гаджетов не пошел на конвейер, его стоимость будет меньше 1000 долларов. А запуск в серию запланирован на конец 2020 года. Так что есть вероятность, что этот ужасный 2020 хотя бы закончится на мажорной ноте. Из своего опыта знаю, что далеко не все концепты попадают на прилавки. И история Xiaomi Mi Mix Alpha тому подтверждение. Потому до зимы, как говорится, лучше губу закатить. Но идеи, опробованные на таких моделях, очень часто становятся крутыми дополнениями наших с вами будущих гаджетов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Лайкайте, подписывайтесь. У меня, кстати, есть свой инстаграм-канал. Подписывайтесь на него и пишите обязательно комментарии. И помните, друзья, все самое интересное в коробке.